ЛЮЦЕРН Здесь тоже одни сплошные китайцы, ну и бедный лев. Слава богу, это не памятник живодерам, а вовсе даже памятник геройски павшим швейцарским гвардейцам, которые участвовали в французской революции и в антиштурме дворца Тюльри и защищали короля. Символический такой памятник. Вот хотела привезти из Швейцарии какую-нибудь ёлочную игрушку. Моя такая традиция с каждой страны привозить одну ёлочную игрушку. Но цены на один шарик тут примерно от 10 до 12 евро. Так что ничего у меня не получилось. Впрочем, цены тут на всё примерно такие же. Чисто в сойности подсекулем Швейцария часы не сняли. Сняли. Самый ранний монастырь, ставший отправным пунктом малого города-государства, Люцерна, возник в начале 9 века. А сам город-государство состоялся как независимая единица к началу 14-го. И правили здесь поочередно 29 патрицианских родов. Не Новгородская республика, конечно, но и не монархия. Свободная страна. Европейцы не рожают детей, говорите? Вот у девушки Петерня. Вон там её муж идёт спереди ещё с двумя. В Люцерне можно даже не выписывать заранее все достопримечательности в отдельную тетрадку, как я обычно это делаю. Они тут как-то сами собой попадаются на каждом шагу. В Люцерне сохранился значительный участок средневековой стены, сооружённый около 1400 года, длиной 870 метров, с 8 высокими башнями. Три из них открыты для посещения. Вот в одну из них мы сейчас идём. Башня с часами. Башня с часами. В Швейцарии, в принципе, сейчас уже почти не осталось городов со средневековыми стенами. Вот в этом состоит ещё одна из отличительных черт Люцерна, что здесь стена сохранилась. Совершенно средневеково-крепостной стены открывается совершенно фантастический вид на город Люцерн и на Люцернское озеро. Отдельная такая прогулка нескончаемой красоты. Прям китайская картина. Прям китайская картина. Вот дошли до башни с часами. Сейчас пойдём наверх. Часы этой башни имеют привилегию отзванивать каждый час на одну минуту раньше, чем все другие городские часы. Это очень важный момент. То есть одна минута в Швейцарии – это реальное время. У нас это был по один час, но здесь реально минуты, секунды. Это просто люди это чувствуют. Возок, вход на небесную обитель. Ну, прекрасен. А как-то зимой против солнца очень интересный. Пункт в 1403 году. В 1403 году вообще не верится. Не очень быстро. Странно, посреди города живут викуньи. Маленькие зу. Маленькие зу, говорят, яки. Яки, а не же зу. А это яки. В общем, в результате выяснилось, что это вовсе шотландский бизон. Такой пушистый. Даже морды не видать, как жрет. Толстый будешь. Кончаешь жрать. Пора на диету садиться. Ну, и главное животное зоопарка. Дикий домашний котик породистый. Чисто такие ступеньки. И вдруг Россия и Нигерия. Единственная страна, которая портит звезд красоты. Соседство Щукуга. Соседство Щукуга. Само озеро, сейчас произнесу, так оно правильно называется, Фирвальдштеттезе, называется по-немецки, а по-русски как-то ужасно. Фирвальдштеттское озеро, то есть озеро четырех лесных кантонов. Ну или проще Лицернское озеро, показалось нам гораздо красивее, чем жутко знаменитая Женевская, которую мы увидели через два дня. Просто это поменьше, но очень изящное. Субтитры создавал DimaTorzok Последний час мы просто побродили по самому историческому центру города, рядом с озером, среди распрекрасных расписных домов, получив море удовольствия. Субтитры создавал DimaTorzok Второй из дежурных достопримечательностей Лицерна после средневековой крепостной стены с башнями является мостик Капельбрюкер. Это не просто мостик, это просто чудо какой мостик. Внутри он музей, картинная галерея, и проходить его можно очень-очень долго и внимательно. Капельбрюкер или часовенный мост Старинный мост через реку Ройс Самый древний деревянный крытый мост в Европе Ну и одна из главных достопримечательностей Лицерна вместе наряду с умирающим львом Длина моста составляет 204 метра Капельбрюкер был построен в 1365 году и тем самым является самым древним деревянным мостом в Европе Под коньком крыши вдоль всего крытого моста размещается 111 треугольных картин, рассказывающих о наиболее важных моментах в истории Швейцарии Капельбрюкер сильно пострадал в результате пожара 1993 года, совсем недавно, вспыхнувшего, как предполагается, от непотушенной сигареты Большая часть моста была разрушена, погибло 78 из 111 картин Вообще кошмар, конечно Мост и часть картин были затем восстановлены по сохранившейся инвентарной описи Капельбрюкер был открыт заново в апреле 1994 года Так не скажешь, кстати, что картины наводел Смотрятся они совершенно аутентично Продолжение следует... И вот этот вот, который красивый, да, из тыквы.